Какие часы вообще должны быть у нас, у русских? Значит, поскольку, скажем, системный анализ, все информационные обстановки, которые нас окружают, всех системы знаний, системы мер, системы летоисчисления, значит, показал, что все не сфальсифицированы. Причем довольно тщательно и, скажем, аккуратно, так. Ключи мы нашли к этим фальсификациям, значит, что уже мы можем все это ставить на место. Как должно быть? Всем привычно, значит, так, что у нас в сутках 24 часа, так. Я впервые столкнулся с этим, когда в Евангелии Христос упрашивает, не 12 ли часов во дне? Казалось бы, правильно, день 12 часов, маленький нюанс, а куда делось утро? Так? Значит, если мы возьмем Землю как вращающийся объект, то понятие «время» у нас возникает при цикле. Когда у нас Земля повернулась на 16 градусов, у нас цикл закончился, так? Значит, вот тут возникает понятие «время». «Время» – это свойство четвертого измерения, четвертое измерение – это круг, сфера, но не пространство. «Время» не четвертое измерение, а «время» – свойство четвертого измерения, так? Которое образуется при циклическом вращении цикла любого знакопеременном, который выходит в итоге в начало цикла. И этот цикл мы уже можем дробить на какие-то отрезки, которые являются отрезками времени. Значит, здесь, ну, картинка очень простая. Вот у нас есть круг. 360 градусов, правильно? Один градус делится на сколько? На 60 минут, правильно? Одна минута делится на 60 секунд. Это вообще известная величина. Хорошо. Теперь берем вопрос очень простой. Чему равен в этой системе счета времени угол поворота Земли на 1 градус? Ну, это Земля. Понятия не имею. Ну, у нас же часы то же самое. Один час 60 минут. Одна минута 60 секунд. Может быть, один градус имеется в виду 60 минут? Нет. Схема одна и та же. Что там, что там. Поэтому считаем. Один градус поворота Земли равен 4 минуты этого времени. А сколько должно быть? По идее, 1. 60. Ну да, 60. 60 минут. То же самое секунда. То есть, один градус 60 минут. А нам получается 4 минуты. Ошибка во сколько? Ну, 60 разделить на 4 равняется 15 раз. То есть, часы у нас меньше загрублены, а вот минуты и секунды загрублены 15 раз. Почему? В слове секунда прописан Q, квантовый уровень. Сколько всего квантовых уровней? 15. То есть, секунда загрублена в 15 раз для того, чтобы мы не могли рассчитывать время перехода между квантовыми уровнями. Так? Ну, когда я разговариваю с бойцами рукопашного боя, и тому подобное, они говорят, мы входим в состояние раза. Многие люди, которые попадали в аварию, у них время замедлялось, значит, так вот. Они делали невозможные, невероятные действия. Они входили на нормальное время. То есть, часы загрублены для того, чтобы мы не могли с этой скоростью работать, жить, мыслить, думать, принимать решения и действия. То есть, нас затормозили. Так? Теперь вопрос, а какая же правильная или верная система счета времени? Вот, вот, меня в частности и человеки спрашивают, какой циферблат должен быть вообще? сейчас разберемся. То есть, когда мы берем за внимание вот эту схему, так, у нас получается, что в сутках у нас не 24 часа, а 32 деления времени, это квантовое деление, это румбовая система. Так? Квантовое время, секунда, тоже кванты. Так? Теперь стал вопрос, как называется часть времени или единица времени, которая соответствует 1,32 в квантовом счете. Как назвать ее? Да очень просто. Такие часы висят на Спасской башне. Куранты, да? Курант. Ра. Время. Бога. Только вчера ходил по Красной площади, смотрел на эти куранты. Все же написано. Поэтому курант мы возвращаем на место. Еще раз расшифрую слово курант. Квантовый урт. Курантовый уровень, Бога Ра. Так? Где есть число Бога. Это обозначение числа, а буква Твердь это Бог. Это большая величина. Так? Она же магнитная буква. Так? Поэтому мы совершенно спокойно вводим 1,32 суток равно 1 куранту. теперь, где у нас есть подсказка. Значит, 1 курант равен 45 минут этого времени. Так, а 45-то откуда взял? 45 минут. Я беру соответствие вот этих минут, которые нам дают. Так? И 1 курант соответствует 45 минут этого времени. А теперь вопрос. Кто учился в высых учебных заведениях? По 45 минут? По 45 минут. Что называется? Академический час. Академический час. Подсказка осталась? Осталась. Вот и все. Поэтому, когда мы берем за единицу времени 1 курант, у нас возникает, что 1 минута деления уже в курантном исчислении, она должна быть меньше в 15 раз той минуты, которую нам дают. То есть, не 60 секунд, а сколько она должна? Нет, она будет 60 секунд, но других секунд. Мы должны уменьшить величину минуты и секунды в 15 раз. Чтобы выйти на нормальное течение земного, это же земное время, земное. Что из этого еще вытекает? Из этого вытекает, что папа Герц уходит в прошлое. Потому что вся физика считает частоту это единица Герц, так это единица на секунду. Герц равен единице на секунду. Ну какую секунду? Ту, которую нам дают, а она неверная. Физики оперируют неверными понятиями. У них нет времени настоящего. И вот, когда мы начинаем просчитывать, уже переводим Герц из Герц в нормальную величину колебательной процессы, мы делим на 15, получаем ключи дополнительные. Так, еще раз, и для таких, как я, сколько на циферблате должно быть делений? 32 делений, 32. 32 часа должно быть. 32 куранта. Куранта, да. Теперь, что получается? У нас 16 часов светлое время суток и 16 часов в темное время суток. Как они делятся? Они делятся на 4 часа утра, 4 часа вечер, а не ночи? Вечер. Вечер, да. И 12 часов день, ну, курантов. Ага. День. И 12 часов ночи. И 12 часов ночи. Понял. Так, и что вопрошает Христос? Не 12 часов во дне. Сошлось? Сошлось. Но 4 часа утра, 4 куранта утра добавляется. Здесь тоже самое. Теперь смотрим, как у нас идет время. Нелинейность движения времени была определена по биоматрице молоко. Схема одна и та же, так? Вот. И там возникает у нас такие понятия, как не стирай, оставь. Это подсказка мне. Следующий вопрос. Теперь поставим шу на место. Вот биоматрица молока. Так. вот у нас идут деления. Деление квантовое на 8 частей. Так. Вот у нас единица. Так. Вот это у нас двойка, это тройка. Так. Это три в одной второй степени и так далее. основания чисел. Но у нас разные величины возникают при разных углах поворота. Конечно. То есть, или мы берем за угол поворота как базу, или приращение величины. Но все разное. Отсюда вытекает нелинейность земного времени. Так. То есть, оно то удлиняется, то укорачивается. То есть, утром оно разгоняется. Вот точка утра. В слове утро что написано? Три. Утро. Утро. А это радиус описанный ро. Точка три в одной второй степени. Так. Вот утро точка. Здесь разгон происходит времени. Так. И название утро угол тройки по радиусу описанному. Так. Вот. Дальше идет день. Вот. Здесь процесс замедляется. Так. Потом пять вечер идет разгон. И до единицы что идет? Торможение. Но как называется вот эта точка? Если брать числа вот так по приращению. Да это ноль числа. Ноль числа. Ноль числа. Ночь. Вот точка. где кончается ноль. Ночь это ноль числа. Ноль числа. Квантовые уровни считаются сверху вниз. То есть счет сверху вниз до ноля часов или куранда. ноля числа. Возникает понятие дочь. Что оно означает? Сколько было дочерей царя морского? Максимальное количество квантовых уровней. 15? 15. Поэтому все эти аббревиатуры ночь, утро, вечер, они имеют абсолютно точное геометрическое математическое трактование. Обоснование, да? Да, на русском языке совершенно спокойно мы понимаем, что это такое. Значит, тем более мы можем это смело утверждать, когда мы берем наши инструменты для измерения времени. Ну, самый первый инструмент это что? Это проснуться с первыми петухами. Как петух оповещает рассвет? Ку-ка-ре-ку. Ку-ка-ре-ку. Правильно? Ку-ку. А что такое ку-ку? Квантовый уровень? Правильно. Такие часы у нас были, в которых дверца открывалась. И что оттуда вывскакивал? Ку-ку-шка! Ку-ку-шка, да. Что это разумо? Ку-ку-шка, ку-ку-шка, сколько мне лет? Ну, говорят, жить осталось, по-моему, нет? Я не говорю никогда сколько осталось. Просто в наших народных инструментах, которые измеряли время, в наших сказках, в наших пословиц и поговорках прописано ку-петух, который кричит ку-ка-ре-ку. Вот все полностью стыкуется с теорией квантовых уровней. Итак, давай подытожим. Должно быть 32 куранта. Куранта. 32 куранта. В каждом куранте должно быть 60 минут. 60 минут. В каждом минуте должно быть 60 секунд. но секунд уже и минут, которые сделаны в соответствии с курантами. Понял. А переводить систему очень просто. один курант 45 минут. Перед системой. А одна минута 60 секунд. Но секунды вот как определиться людям с секундами? Ну а зачем, ребята? Ну представьте себе, у тебя секунда в 15 раз быстрее движется. У тебя стрелка секундная вот так крутится. Ты только минутную успеешь разглядеть. Вот к примеру часовщики задают вопрос, слушай, а как нам сделать нормальные часы 32 часовые? 32 куранта так и поставить минутную стрелку. Больше не нужна точность. Это вполне достаточно, потому что секунду вы уже не заметите. Вопрос на засыпку. Кто говорит, что должны часы крутиться по часовой стрелке, кто говорит против часовой стрелки? Куда? Куда должны крутиться часы? У нас система православная. Так поэтому правое вращение правое вращение стрелки часов и являет нормальное время. Относительно чего правое вращение? Относительно циферблата или нас смотрящих на это? Нас смотрящих. Почему? Потому что земля крутится, если мы смотрим на землю, она крутится навстречу солнцу. Если мы смотрим сверху? Да. А как мы сверху должны смотреть? К примеру, поднырнули под солнечную систему, она крутится? Земля крутится в эту сторону, значит, так вот. А солнце, кажется, как бы идет в эту сторону. То есть получается земля крутится против часовой стрелки? Земля крутится против часов, навстречу солнцу. У нас же солнце поднимается там и заходит там, поэтому земля вращается навстречу солнцу. Все правильно, значит, так вот. И поэтому а солнце относительно наблюдателя идет по горизонту в эту сторону. Поэтому правое вращение стрелок часов. У нас солнце базовый источник времени и сигнализатор. Так вот, когда заканчивается день, когда... То есть наше время не земное, а солнечное получается. Поэтому стрелки должны вращаться право. 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 А не влево. Потому что многие сейчас говорят, что должны стрелкой вращаться влево. Ну, это называется «Пошел налево».